Вот разъем отключенный, уже два дня так езжу. Сейчас подключаю лямбду и подключаю мультиметр. Так, меряем опорное напряжение, которое приходит с ИБУ. Всем привет, друзья! На днях пропала тяга, двигатель как будто мощность потерял. На подъемах и при ускорении появились провалы, ну даже не провалы, а как бы мощность плавает еле заметно. На педаль газа гораздо сильнее нужно нажимать, чем раньше. Примерно такие же симптомы, как будто топлива не хватает. Я сначала подумал, что бензонасос выходит из строя, не создает давление. В общем, все подозрения были на топливный насос. Но еще на всякий случай решил проверить лямбдозонд. Я снял разъем с лямбдозонда. Ну и машина полетела, как будто на нее поставили более мощный двигатель. Хорошо отзывалась на педаль газа. Прекратились эти провалы, дерганье. В общем, стало работать на полную мощность. Тут даже не надо никакой диагностики. И так понятно, что неисправен лямбдозонд. Давайте проведем небольшой эксперимент. Замерим показания неисправного лямбдозонда. Мерить будем мультиметром. Так, вот разъем у меня отключенный. Уже несколько дней. У меня один провод идет на лямбду. Сколько бы проводов на лямбду не приходило, сигнальный провод всегда один, который передает показания на ЭБО. Остальные провода – это дополнительная масса и подогрев. Подключил мультиметр к сигнальному проводу. Вот здесь возьму массу. Так, давайте включим зажигание. Так, меряем опорное напряжение, которое приходит с ЭБО. 0,5 Вольт. По идее должно быть 0,45, но я заметил, что у многих 0,5. Ничего страшного в этом нет. Теперь заводим машину и смотрим показания лямбды. Двигатель работает. Температура больше 70 градусов. Лямбда прогрета. Смотрите, какие показания. Должно быть от 0,1 до 0,9 Вольт. Лямбда очень сильно объединяет топливную смесь. В таком случае расхода топлива сильного не будет, а наоборот будет не хватать топлива. Под нагрузкой двигатель будет плохо работать. Тут даже не нужна никакая диагностика. И так все понятно, что лямбда-зонд неисправен. Вот поэтому двигатель с подключенным лямбда-зондом работает хуже, чем с отключенным. Когда я отключаю лямбда-зонд, то ЭБО работает по эталонным настройкам. В моем случае лямбда просто объединяла топливную смесь. И под нагрузкой топлива не хватало. Отсюда и не было мощности. Лямбда-зонд отключил. Провод подвязал. Пока не купил новый. Это не руководство к тому, что надо ездить без лямбда-зонда. Просто я показал, какие показания у неисправного лямбда-зонда могут быть. Конечно, неисправности лямбда-зонд могут быть разные. Не обязательно, вот как я сейчас показал. Лямбда-зонд может и обогащать топливную смесь. В этом случае расход топлива повысится. Объединять топливную смесь, вот как в моем случае. Потом показания могут хаотически меняться. Тогда машина будет сама подгазовывать. Вернее, двигатель. В общем, я показал лишь свой случай. На моей памяти это уже четвертый раз. Четвертая неисправность лямбды на этой машине. И всегда я определял по работе двигателя. Затем уже брал мультиметр и мерил мультиметром. До специальной диагностики, до осциллографов дело не доходило. Смысла делать диагностику, если уже мультиметр показывает неисправность. До осциллографа можно какие-то другие параметры померить. Но в данном случае смысла нет. Пишите свои комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока.